Ей 29 лет, она бизнес-вуман, там у себя обычная платья, короче, на каблуках, в платье, там вся хуйня с завитыми волосами. Как шутка. Такое у нее белье розовое, реально, я видел на фотке. А! Я представляю, как и в тот момент я... Начал? Да. Вчера спойлер, там где-то, я не помню, 16, когда упражнения были, сиськой там и так далее. То есть стояла там девушка какая-то на углу с телефоном, короче, в розовом каком-то куртке стебаной. Ну я смотрю, типа, пуховик похож, думаю, скажу, типа, здорово. Типа, говорю, в пуховике это, блядь, не жарко. То есть применяешь горлом, да? Да, да, такая, типа, хихиха-ха, типа, нет, это типа не пуховик, там розовый такой, Типа, розовый, там, кеды, типа, ногти вся такая, розовая, типа, интересная. Вот. Ну, в общем, как бы, она нормально реакировала. Я говорю, типа, давай, там номерами обменяемся, там, вечером созвонимся. Она сказала, что она приезжая... Кстати, у нее белье очень розовое, да? Да, хорошенько. Да, хорошенько, блядь, они не понимают, как шуток. Так у нее белье розовое, реально, я видел на фотке, а шуток. Короче, идея в чем. Идея в чем, она с ЕКБ, вот. И уезжать куда-то. И, типа, сказал, да, что у нее вот сегодня свободное время есть, а завтра она встречается с подругой, в понедельник уебывает, короче. Вот. И, как бы, ну, на прощание, я говорю, у нас в Москве так принято, я говорю, нужно энергией обменяться. Говорю, давай руку. Ну, вот. Типа, все отлично. Говорю, он все отлично, типа, напишу. Я бы, короче, не стал звонить, если вы мне вчера не сказали, блядь, звонить. То есть, ну, как бы, я не скажу, что она мне прямо понравилась. Она такая еврейка. А что не так с еврейкой? Да, ну, как бы, ну, черты лица, типа, вот. Ну, вот, либо, короче, и нос, вот. Ну, в принципе, ничего. Сейчас тут все оказывается открыто. Короче, в чем идея? И, пока сидели, я ей набирал. Вот. Она, как бы, не взяла. Потом сама перезвонила, где-то минут через 15. Вот. Ну, я буквально там быстро говорю, там свободно, типа, план на вечер есть? Она говорит, нет. Я говорю, давай тогда, типа, ты где тебе реально? Она говорит, я остановилась в отеле «Азиму» до Смоленской 8. Я говорю, отлично. Говорю, там чайхана есть, как бы, на Новом Арбате. Говорю, давай туда, типа, 8-30 наговорились. Ну, все. Чтобы ты понимал, Фостану, это Фостану, а это... Не было промежутка между знакомством и свиданиями. Ну, не этот, ладно, нормально все. Фаст, это когда ты сразу ее ведешь и погнали на себя. Ну, полуфаст, нормально, нормально. Окей. Ну, и, короче, как бы, все, я приехал, иду уже до Чайханы, она, типа, ну, там, как бы, отель ее прямо рядом с метро, а до Чайханы, типа, выкачивает километр. И, короче, она, типа, пишет смс-ку, и я еще в отеле. И я такой, блядь, ну, совсем охуел уже. Ну, вот. Я говорю, ну, как бы, блин, классно. Я говорю, ну, окей, я говорю, типа, долг тебя ждать? Она говорит, ну, там, типа, минут-класс. Говорит, давай, может, ты к котелю подойдешь? Я пишу, ну, типа, блин. Может, ты к котелю подойдешь? Она, наверное, так писала. Ну, это все поняли уже. Да, нет, не в этом суть. Конечно. Ну, продолжай, да. Не отвлекайся. Потерял мысль. К котелю подойдешь? Я ей написал, что, говорю, окей, я подойду, но после этого у тебя будет, как бы, наказание за то, что ты ее опасаешь. Конечно. Вот. Ну все, окей. Я подошел. Я уже, как бы, голове начал прокручивать, раз она, как бы, долго так, ну, видимо, собирается, там, прихорашивается. Она была в кедах, там, в джинсах, ну, то есть обычно, блядь, вышла, короче, на каблуках, в платье, там, у всех у меня с завитыми волосами. Я думаю, ну, как бы, точно интерес есть. То есть мы вышли, она говорит, давай прогуляемся немножко, типа, на кафе. Мы пошли на Арбат. Там музыканты эти, как обычно. Ну, я вот это, люблю эту тему. Нахуй мне эти подробности. Да, я понял. Это, как бы... Не, вот, может, как-то связано. Да, это связано. Я, короче, беру ее за руку, говорю, да, потанцуем. А она, типа, потанцуем. Ну, типа, как бы, вот эти вот, как они на крыше с носа называются, или что. После этого я за руку взял уже, то есть вообще без проблем. Дальше за руку гуляю. Ну, то есть какие-то стандартные дальше темы, там, то есть она, ей 29 лет, она бизнес-фумен, там, у себя. Ну, как бы, я тоже сказал, что ее там... Чем занимаетесь? Тоже бизнес-фумен у себя, там, да. Какие-то продажи в IT-сфере, что-то я там не помню, короче. Еврейские технологии? Ну, типа, да. Программное обеспечение, ты пугал. Я, как бы, тоже сказал, что там с этим связано, там, крупная препарация, все дела. Потом по интересам там немножко было. Она сказала, что она, типа, серфингом занимается. Я говорю, она лучше... В шоколаднице пришлось импровизировать, потому что все диваны были заняты. Там был, короче, как бы, стол такой, ну, с четырьмя стульями, вот такими, без всего. То есть, и я, короче, их не сдвинул, блядь, буквально. Ну, короче, вот так вот, рядочком, короче, поставил. Мы с ней сели. Стандартный... Даже правильно. Даже в такой ситуации не потерялся. А вот, ну, сделал максимально выгодно для себя. А не сел там, вроде. То есть, мы рядом сидели. Ну, стандартная эта тема с маникюром, как бы, там, прикольно. Она уже... уже видно, что... И, Вовин, и вот эту тему с хиромантией, там, про... Какой хиромантия? Хиромантия. Ну, это в каких-то твоих там... Погадать на руке? Ну, да. Я сказал, что у тебя... Линия классных, голубоглазных парней очень прям... То есть, вы должны понимать, это всего лишь предлог, там, не надо никакой, там, реально хиромантией, я не знаю, обладать... Ну, естественно. Это то же самое, что под любым предлогом можно это делать. Короче, в итоге разговор вывился в тему того, что я говорю, ну, как бы, что-то я подзаймал сегодня за день. Говорю, классно сидим. Ну, я, как бы, начинаю прокручивать, что можно бы, наверное, к ней, как бы, в отель напроситься. Но для этого нужно пить. Ну, как бы, что-то снивелировать немножко ситуацию. Не, ну, это... Ну, слушай, короче, сейчас момент истины наступает. Я говорю, давай, типа, это, заканчиваем чай пить, пойдем, у вас, букву вкусов, за углом возьмем вина, пойдем на лавке посидим, типа, ну, попьем. Она говорит, вот момент истины. Она говорит, а что мы, как школьники, будем сидеть на лавке, давай купим вино и пойдем ко мне в номер. Тем более, у меня классный вид на Москву-сити. Я тебе только что хотел. И я такой, короче, просто, у меня внутри бьет, я ору, короче, и я такой, сижу, блядь, эмоционально спокойно. Да, да, я такой, окей. Ну, как бы, в тот момент я понял, да уже, что все будет. Единственное, там, ну, когда мы уже зашли, естественно, мы там сели, там прикольное панорамное окно с большой, с большим подоконником, там подушка сидела. Ну, я сразу, как бы, мы там выпили немножко. Я лёг и на колени лёг, говорю, гладь меня и гармиссируй. Ты котом всё же мечтал быть? Иногда это работает, можно это применять, перевернуть игру, и она за такой ухаживает. Инверсиар и лень. Дальше идея в чём? Как Волк показывал, Денис. Не было сопротивления всех сторон. Были небольшие, сейчас объясню. Когда мы вот так сидели, я её сзади обнимаю. Я начинаю её целовать, с языком не даётся. Я отступаю назад, что-то мы ещё пропиздили. Я дальше начинаю переходить на шею. Я чувствую себя в мурашках. Ну и как бы с этого всё и началось. То есть засос, потом я беру на руки и из этого подоконника несу на кровать. Вы нашли коридор, выбрасывали. Я теперь в отеле ночью. Я, короче, после этого, когда я на руки взял, просто голову нахуй отрубил. Ну всё, красава. Молодец, черт. Я встретил Юру, ну и как бы спросил, что-то как дела. Я сказал, что вот эта вот тема сиськой и что это вот у нас так в Москве принято. Ну Юра как раз сказал, что это вот классная тема, да. Ну как бы заворачивать это вот в какую-то такую обёртку. Вот. Потом как бы поговорили, я объяснил эту тему, которую мне в принципе тут все говорят, что нужно быть как-то построже себя вести и вот это хи-хи-ха-ха поуменьшить. Юра как раз мне... А, нет. Ещё там была тема, что я сказал, что я застал подойти. Там была свадьба, вот прям, где камергерка начинается после ЦУМа. Там какая-то кафе-ха и там свадьба. Там тёлки вышли на каблуках в коктейльных платьях курить. И я, блядь, думаю, сейчас подойду и застал, короче. Вот. И после этого Юра мне как бы объяснил, что нужно ко всему подходить с позиции того, что нужно в любую ситуацию заходить, блядь, ну как бы выбивать дверь с ноги. Ну то есть, типа ты к тёлкам подходишь не так, что... Ай, здрасьте, да, я... Чё делать? Так, ты подходишь, ты подходишь вот так. Ну да, да, типа. Ну естественно. А нужно типа подходить, типа, здорово, блядь, я там... Чё делаю? Ну, я говорил, что в любую ситуацию надо заходить победителем, что там шанс есть проиграть, а есть шанс выиграть. А вы в некоторой ситуации, ну вообще во все ситуации заходите сразу же проигравшим, то есть у вас там шансов уже победить нет. То есть зашёл проигравший, всё, ты уже как бы, ну сам себя определил. Да, то есть позиция сверху снизу. Ты не заходишь туда, сейчас я вас удивлю, тут шарики, там, смотрите на меня, сейчас я буду вас завоёвывать. Я зашёл такой, типа, дыц, так, ну чё, тёлки там построились, сейчас будем вас выбирать. То есть такое чувство у вас как минимум должно быть. Чувак, а насчёт того, что я тебе говорю, повезло, ну это просто потому, что если ты валить, то ты расслабишься, ты молодец. Ну смотри, да, сейчас про повезло, что типа, если бы девку пришлось прям перемещать куда-то, да, и она бы уперлась рогом, это вот было бы, наверное, скорее полезнее для тебя. Сейчас ты просто, как сказать, получил какую-то плюшку от Вселенной. Ну смотри, как бы тут срослось в плане того, что ей нужно уезжать, плюс она как бы взрослая, ну то есть какая-нибудь 21-летняя, блядь, точно бы как бы с раканами свела. Да, чувак, ты всё нормально сделал просто. Но тут важный момент, везёт тому, кто везёт, он всё равно подошёл, сделал, у него была практика, он... Ну ты, кстати, сегодня... Плохой, хороший, полицейский. Сейчас ты рассказывал, короче, такой уже успокоенный, знаешь, смиренный, всё тебе... А ты вчера-то как себя вёл, так же или всё равно подбурил? Нет, я как раз вспоминал вот эту тему, что нужно быть более вальяжным. Ну ты сейчас до сих пор такой остался. Более с собой, спокойно. Больше как бы более расслабленным, чем... Да, я на самом деле тебя сейчас уже не узнаю. Я тоже тебя не узнаю. Даже вчера там ещё. Ха! Какие-то шутки, блядь, хуй поменьше. Сейчас сидит, просто рассказывает. Нормально чувак. Я это связывал с сексом, который... У меня он работал тоже как расслабляющий препарат. То есть я был, блядь, постоянно в депрессниках, в состоянии невроза, блядь, из-за того, что там не было денег, ничего не получалось. И когда я только там, ну, занимался сексом с новой девушкой... Ну, там, допустим, примерно сутки после этого я чувствовался в прямом смысле слова даже физически более круто. И мне мои друзья говорили, Мишка Гринбер говорил, говорит, о, Вован, говорит, у тебя, говорит, здравые мысли в голову пошли. Потому что до этого я что-то занрачился, а, это надо, это что-то... А тут после секса, знаешь, реально как будто вот какой-то укол, расслабление, да, и я такой типа ходил, блядь, надо, короче, наверное, вот так вот там по работе что-то сделать. Это было четко, конкретно, спокойно. Мне даже со стороны говорили, что я был реально внутренне спокоен. Потому что, смотри, ну, по-хорошему, сон, жрачка, секс, ну, секс особенно, это вещи, которые, ну, как, блядь, расслабляют этот организм. Я не знаю, каким образом, я там не вдавался в эти биологические подробности, да, но, может, потому что есть внутренне беспокойство, а есть базовые потребности, в том числе и размножиться, да. И когда ты ее, как бы, осуществил, реализовал, да, то есть у тебя где-то там бессознательное такое, говорит, а, заебись, мы же размножились, можно немножко успокоиться, да. Вот, если бы ты в таком состоянии был всегда и еще более спокойным, у тебя вот эти акты размножения, которых ты хочешь, ну, размножить, они были бы чаще. Но это, знаешь, с одной стороны, ты, как бы, я так вижу, может, это не так, с другой стороны, если это так, то это не всегда плюс. Потому что то, что ты, это тебе показатель того, что вот эта модель твоего общения, модель, ну, клоуна, без обид, так называется, она, блядь, приводит, к чему я тебе говорил, что к тебе не будут серьезно относиться, что будет плохая конверсия, что будет определенная категория женщин, которая не будет воспринимать тебя всерьез, Вопрос, что когда тебе надо будет строить отношения, а женщине все равно в отношениях нужен чувак, чувство юмора, это все круто, но нужен чувак, который, в котором оно видит круто, значит, надежного защитника себя, да, то есть, ну, мужика, который в случае чего скажет, так, блядь, вот, ты это впечатление не производишь. А вот то, что как бы у тебя эта хрень, просто показатель, да, после секса, когда ты получил свое, ты стал настоящим, то ты говоришь, мне нужно быть не вальяжным, ты опять, ты, короче, сейчас сидишь в одной маске, да, вчера, и говоришь, а мне какую другую маску одеть, кроме этой, не надо маску, ты сейчас больше настоящий. Я тебе говорю, потому что, когда ты, блядь, один дома сидишь, ты же не это, ааа, что это у нас в холодильнике, ааа, ничего, ха-ха, блядь, ты, скорее всего, вот такой, только еще как бы спокойнее, да, и тебе надо себя такого, блядь, вытащить туда в общение с женщиной, понимаешь, вот этим надо заниматься, чтобы ты перестал там клоуничать, потому что вот это клоуничество, это не потому что я вот такой парень, это потому что ты почему-то внутренне решил, что вот эта вот такая защитная фигня, она лучше меня как-то с обществом. сведет, никак она не сведет, а когда еще ты такой спокойный, после качалки, после чего, после пробежки, то есть, ну, вспоминай, делай такие вещи чаще, просто, а вообще сходи на сады, чувак, тебе реально надо, ну, как бы, оно тебя не вылечит, но оно вот покажет тебе, это, ну, какие-то внутренние станет, там заплачешь, блядь, пиздец, мне кажется, ну, я тоже там плакал, вот, и, ну, это прикольно, прикинь, ты такой узнаешь, что я могу плакать, блядь, и типа вокруг там 20 человек сидит, а мне похоже. Потому что я плакал, потому что могло было сады. Ну, или, может, сегодня со мной позаниматься, дополнительно... Тоже запланишь, блядь. Поплакать тоже, да, дай-ка посмотри. Ну, короче, тебе надо, вот, тебя вот такого вытаскивать оттуда, понимаешь? Потому что, знаешь, что было дебильное? Я тебе вчера об этом говорю, ты даже вот этот совет, который я тебе говорю, я просто, ну, как бы, не старая бабка у подъезда, чтобы раздавать советы, но я склонен полагать, что раз ты сюда пришел, заплатил денег, значит, наверное, все-таки тебе важно, что там кто-то здесь говорит, да, то есть, о чем ты пришел учиться? То есть, тебе говорят вот о том, что вот эту модель надо убирать, тогда, да, хорошо, надо убирать! То есть, ты даже продолжаешь, как бы, эту обратную связь вот так вот, как бы, блядь, откидывать этой ракеткой какой-то своей. Все же заметили, что сегодня ты другой. Кто заметил, кроме нас, блядь? А как лучше, так или как вчера? Ну, это не потому, что он рассказал, что он кому-то присунул, да? Я вижу, что просто какой он вот сейчас, вот, допустим. Ну, я полагаю, скорее всего, ты вот таким, как бы, всю жизнь, ну, не станешь, то есть, ты уже такой есть, там, и просто надо вот эти, блядь, ну, пусть надо. Мое мнение такое, что ты не изменишься, это точно, то есть, люди, в принципе, они не меняются, но ты можешь, исходя из ситуации, выбирать состояние, которое тебе вот в данный момент более выигрышное. То есть, быть клоуном, вот таким, как ты, ну, блядь, привык быть в жизни, с телками лучше так, ну, себя не вести, ну, по крайней мере, я так считаю. То, что ты там 30 лет вот так вот себя вел, как бы, ты сейчас вот таким ходить не будешь, это, ну, мое мнение, я более чем, ну, в нем уверен, там, может, у кого-то там другое мнение, но я считаю, что просто вот это, вот эти состояния, которые, ну, вот, их нужно применять. Для чего мы вам в какой-то модель, там, внедряем пикапы, что, то есть, ты в какой-то обычной жизни, ну, постоянно там не будешь напрягаться, да, вот, чтобы войти в это состояние, а когда увидел телку, ты сразу такой, хоп, и все, то есть, вот то, что мы там вас сейчас научили за эти все дни, вам важно вот в это состояние нужно, ну, как бы, приходить. Даже, когда ты идешь, допустим, там, расстроенный, там, какой-то грустный, и увидел телку в магазине, в супермаркете, сразу такой хопа, и все, и пошел туда уже работать, вот, ну, по крайней мере, у меня вот было так. Так что тут, я не знаю, перестанешь ли ты быть веселым, это неплохо, кстати, быть, ну, таким веселым чуваком, просто у тебя может быть... Позитивным. Да, позитивным, это неплохо, никто тебе не говорит сейчас быть таким угрюмым, потому что, в принципе, как бы, ну, ты не вызываешь какой-то неприязни, и в каких-то моментах тебе даже, ну, как бы, люди-то заебись будут относиться, что ты такой веселый, ну, просто не всегда это уместно, я бы так сказал. Если ты будешь постоянно шутом, как бы, женщина все равно, она... Бля, ну, я сейчас пару своих копеек в эту заячную тему. Короче, есть, ну, как бы, вот, есть ты, да, есть твоя личность, она состоит из очень многих разных эмоций, черт характера, каких-то там нюансов и так далее, по сифрам у тебя. Дофига, 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 дофига разного. Ты можешь быть злым, ты можешь быть грустным, ты можешь быть искренним, ты можешь быть, там, не знаю, каким ты можешь быть, честным, ты можешь быть агрессивным, короче, таким прям, ты можешь быть, там, ленивым, короче, ты можешь быть, там, не знаю, каким еще ты можешь быть. возбужденным ты можешь побыдлить не знаю ну в шутку так с друзьями слышь ты там забрать ты можешь быть там ты можешь там шутить вот как сейчас делаешь то есть то что ты сейчас когда подходишь к телкам ты только вот блять одной частью этой всей твоей личности пользуешься то есть ты же разный ты же можешь там с мамой с друзьями с братом с кошкой один не знаю у тебя бывает плохое настроение ну бывает дело что это время жонглируешь ну нет как тебя занимаются ты же не идешь проблема в том что ты почему но это никак не твой осознанный выбор скажем давно уже начался и не бой более-менее критической ситуации ну это тоже можно назвать критический пришел на тренинг да ну не комфортно мужики они существа не стану и вообще по идее но не таким вот такие мероприятия не по кайфу поэтому многим в клубе не покажет в клубе все пиздатые все с модными рожами и много мужиков тоже то есть ты используешь только вот эту часть так тебе надо найти вспомнить что есть еще вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти и попробовать в этих моделях начать общаться например я те вчера я говорил кто там какой-нибудь чувак в твоей компании который прям полный антипод тебе ты не вспомнил ну я что сказал лист от другой не вступить и такой есть там через ты сказал еще что витя какой-нибудь витя который зам генерального ну виктор викторович вообще ну три слова характеризующие видео как его проявление уверен жесткий там из нас покойный вот вот да уверены в себе жесткий и спокойный то есть есть когда надо блять там кулаке по столу там сейчас хорошим так успокоен ровном состоянии как разговаривать как тебя заботчего чем ты занимаешься я виктор я зам генерального директора по экономической безопасности там такой компании ну что такого плана чем увлекать может про себя говорить просто не но я пытаюсь помнить я увлекаюсь горными лыжами там свободное время занимаюсь семьей жена там ребенок ну тогда я уже все сорвался на не срывайся ну побыть еще виктор ну то есть как короче я приношу тебе меню как виктор заказывает меню благодарю мне пожалуйста стейк рибай не делать да то есть просто блять чувак почему удобно кого-то вспомнить то сейчас мы не будем там ваши субличности вытаскивать из вас какие-то просто вам надо кому-то из вас может быть это не нужно кому-то из вас прям жестко тебе надо сегодня быть любым кроме вот этим чуваком какой-то какой-то заменитель придумать тебе не об этом песенникам которые там ходят грустный но ты сказал что у меня супермен должен укусить ну точнее там много кто должен укусить смотри это не значит что ты сейчас одну свою какую-то маску поменяешь на другие это значит что ты поймешь что в тебе кроме вот этой штуки есть вот это вот это вот и тёлки разные и диалоги разные вообще во первых ты можешь не веселиться вообще сюда во первых улыбаться как можно во первых ты можешь больше получить доступ к женщинам потому что ты во время диалога можешь менять модели поведения до подстраиваться она какая-то там не знаю там грустно меланхолично идет ты такой раз включил то же самое или искренности лечет из проблем в том что ты ко всем этим девкам идешь со своим вот этим одинаковый понимаешь какие бы они ни были какой бы ты ни был грустно или весело женщина подходить застегнут костюм водолазный и давай сегодня поменяем костюм